всем привет доброе утро у нас оно вот такое морозное с таким шикарным видом на мусорку прикидывайте люди все ходят закутавшись дубак на улице ну и мы пойдем так а сколько нас показывает градусник 26 градусов белокурих морозно однако думаю к вечеру потеплеет обещают мы прогуляемся сейчас мы завтракаем такой завтрак я сварганил и поедем на белокурих у 2 такой горнолыжный курорт мишина гора там есть посмотрим что там новенького не знаю будем кататься или не будем посмотрим по погоде ну а потом пойдем спа в отель белокуриху санаторий белокуриху пойдем сходим морозно еще не чувствует солнышко за три за горы машина нас замерзла сейчас поедем 20 градусов мороза покажет барнауле барнауле 30 показывала до что убегает наташа пошла или покупать вчера линзы замерзли аж представляете бьется новые покупать на улице у нас практически никого нет из-за холода а мы вот такие отчаянные ладно сейчас заберемся на гору на мишину гору сейчас поедем белокуриху 2 посмотрим по серпантинчику сейчас проедем ехать то недолго всего полчаса но виды там очень красивые радуга радугу видишь смотрите здесь солнышко светило там туча такая мы как раз ту сторону едем а здесь так классно смотрите с левой стороны у нас два солнца видно справа стакана тучки и и это радуга там и радуга видно все мы он полезный вверх вроде здесь солнышко . у нас с левой стороны осталось до радуга гала дала дала белокуриха у нас закончилась и как раз пошел подъем наверх и он еще виднеется это коло скользко однако здесь маленько посыпали ну дай бог доберемся а он сверху алтайский край буквы большие вот эти буквочки поближе и он туда мы полезем сейчас а сейчас мы он на ту сторону переедем там тоже серпантинчик и туда дальше выше и дальше ну и все мы поднялись а на встречу нам бегу не встречались представляете люди бегают еще 28 градусов здесь офигеть сейчас поднимемся и солнышко выйдет будет вообще красота вот она солнышко кайфно ни черта не видно да бегуны бегают температура здесь уже 27 на солнышке потеплее стало вот единственное а нет это олимп парк это не алтай green который мы проезжали олимп парк работает можно через островок раз хотела вот сюда съездить что-то дороговато но тут наверху скучно в кабак не сходить ничего нету здесь самое главное он как эта штука гравитсапа называется стоит бегать я в такой мороз не хочу разве что от кабака до кабака и на лыжах то кататься сейчас посмотрим кстати сколько там народу желающих прокатиться с такой температур к 26 уже градусов потеплело здесь вот впереди еще один отель но не знаю в том году его строили строили построили или нет машины стоят кстати может это есть алтай green строители сейчас посмотрим как называется так то в принципе как название не видишь как там называется так 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 не направо налево нам поворачивать надо причем сколько едем ни одной машины навстречу и в попутном направлении ни одной машины не было воде ничего еще и не работает представляете ни одной машины нет кроме нашей на не подготовлено как где снега нет по траве кататься ну а наш администратор сказал на мишиной горе есть где он нету снега нет ну значит надо эти машины брать пушки чтобы снег нагнетала траву хотя бы эту покосить надо было минус 30 кстати здесь внутри показывает офигеть всегда вот сколько мы приезжали помнишь здесь всегда было потеплее потеплее не в этот раз война гору бы на ту забраться там солнышко светит там что-то теплое намерзло ладно поехали греться спа-процедуры сейчас из горы еще будем спускаться остановимся там пофотаемся красивые места да где солнышко приедем сюда феврале с алисой да будем будем алиску будем учить ее на лыжах кататься до скайпаз возьмем на три часа все ладно в путь так-то прохладно да вот здесь то машина много стоит я не знаю работники что ну да он еще не открыт хотя он с левой стороны смотри там все сделано спай лечение алтай restart ну вот и подъехали мы солнышко вон это гора виш отсюда ее видно даже кучи потому что они здесь равняли тут дорогу что ли собираются делать потому что туда еще он мы раньше помню спускались вниз и туда подъезжали там тоже они хотели сделать горнолыжку но похоже может это лиса была а может собака надо было очки одевать что здесь посмотрим сейчас что здесь китайская стена какая-то из достопримечательностей вольфрамовый рудник огородчики какие-то при горе пред горе алтая все это а вот здесь следы ведут эта машина туда вот вниз спускалась не знаю куда там можно выехать непонятно все наташ поехали уже прохладно 30 градусов все-таки мороз что с береза не так а увидела березы как поломала как спичка береза береза ну просто я такую не видела ни разу ближе сколько отростков садись давай холод и запускай что туда дальше поедем мы пошли туда вниз спустимся интересно потом развернуться там можно будет да это вот наверно этот шторм конечно три недели назад было свежие следы ровно прошло но я такого березу еще не видела страшного поехали смотреть что здесь тут дорогу хорошую сказку ехать там вообще завтра завтра блесную сказку на завтра просто куда-то подъехали какие-то строения так а здесь все загорожено ну да все это скорее всего этот олимп отель есть с другой стороны все заблудились значит да дороги дальше нет елочки в снегу стоят березки высоченные березки здесь одна огромная такие здесь вот летом хорошо конечно погулять но не в такой мороз решили тормознуть красивый вид посмотреть полюбоваться здесь такие есть места и отсюда шикарный вид дорога он вниз идет мы сейчас сюда поднимемся повыше и запечатлим эту красоту морозную блин смотрите как по-идиотски сделай заборчик как туда попадать надо было с той стороны заходить а мы тупицы вот она тайский край не знаю зачем тогда здесь сделали такой подъезд сюда вообще непонятно воздух как в абхазии до чистейший а вот то поля растут там одни березы были сосна здесь то поля машинка редкая холодочка вот она где лесенка подожжи мусорку ой мусорка даже есть дома мешает здоровая галок какой сейчас будет просвет да галу так галок радуга такая большая после того горного чистейшего воздуха заезжаем опять в тучу конечно это тец но она дымит как сильно поэтому весь город закрыт дымовым завесом вот она труба нет дальше дальше он мы едем белокуриха санаторий кто знает какие здесь котельные газовые или на угле напишите нам а мы едем прямо вот водный мир куда мы идем эта организация находится санаторий белокуриха можно также и для тех кто не живет проход 750 рублей стоит сейчас посещение даст человека посещение этого водного мира нету там больше часа если можно взять поминутно потом там за каждые 10 минут какая-то сумма идет доплаты сейчас посмотрим расскажем вот он санаторий главный корпус здесь такая площадь можно на машине и все мы идем сюда замерзла вчера подогрелись изнутри и сегодня пока на за хуев не подогрелись время да да здесь все готово уже к новому года 30 лет юбилей о какая елочка красивая нет нам на раздеваться отсюда в гардеров на ведь нет я спрашиваю конечно нам идти не помнишь полно второй этаж водный мир давно отсюда здесь и такой холл большой люстра какая здесь огромнейшая а он там выходили вон там картины какие-то еще смотрели прямо 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 сейчас мы уткнемся там платить надо вот такой здесь бассейн а вот где наташа уже идет а где полотенце полотенце то возьми красота все мы уже накупались напарились только солнышко не хватает чтобы загорать это солнышко то конечно есть но за бортом минус 30 а здесь и смотрите дорога не так много сегодня но пока она у меня пошла попала а так сауны по не вообще отлично русская есть финская а мам турецкий римская баня есть еще какие то есть 25-30 градусов 35-40 градусов на любителя джакузи там есть и соответственно холодный бассейн маленький и чуть-чуть побольше там уже нормальная вода обычная вода а по стоимости заплатили мы за два часа 1380 рублей если на час 725 рублей стоит кто проживает в этой гостинице санатория белокуриха в котуне и в сибири для тех скидках кто сюда едет с лечением соответственно и живет в этих санаториях вообще бесплатно один раз правда на один час сутки можно здесь скажем так отмокать варится греться классно все это вообще классно здесь мы на два часа как я сказал взяли 30 градусов здесь температурка но так вот сейчас пойду наталью догонять с ней сейчас поплаваем классно накупались мы с натаха на плавались вообще даже не верит если честно что за бортом минус тридцать вон где наша машина стоит поставили что ты говоришь все пошли еще в банке потому что прошло уже полтора часа вообще время пролетает махом ну и все два часа пролетели вообще незаметно дальше все идем мыться в душик и собираться одеваться пойдем где нибудь найдем хорошую кафешку и там покушать еще париться ваша ладно я пошел тогда вот это русская баня 90 классно опарилась лет война всю жизнь такое здесь я ничего не брали все уходит спа-центр классно короче проходит это все как медицина будем знать если оплачивать карты тенегов кэшбэк не возвращаясь какая-то больше всего баня понравилась русская римская классно на два часа пролетели сейчас аж спать охота сейчас наверно кофейка попьем здесь в кафешечке в буфетике в местном и пойдем куда-нибудь пообедаем лобби бар называется а здесь в белокурике сколько стоит всех из памяти ну вот посмотреть надо взяли по кофею себе сейчас посидим здесь маленечко расслабились надо приходить себя сейчас чуть-чуть подостынем чудом ценный космос она улов на улочки солнышко светит сейчас отдыхать и пойдем опять кушать 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 давай с елочкой смотримся он садрикой красивая елочка не захотелось 14 35 да сейчас распаренная надо кстати одеться потеплее а то можно и простыть смотри какая здесь милая площадочка детская до горки он там дальше на он там смотри домик то стоит тоже не силы и таки в бане два часа сидели а вот смотри голубые голубые елочки надо сюда как нибудь приехать по жизни хотя бы недельку на сайте так все заводим машинку и все-таки пойдем пообедаем надо обязательно супе копаясь темы в центре кафе 5 колесо ресторан а вот здесь россия находится так натаха уже не стала меня ждать уже зашла такой санаторий россия здесь вот это 5 колесо прикольно здесь прикольно здесь раздевалочка сам заходишь сам раздеваешься кайф на мылись нас и у нас красные пошли 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 ведут нас на второй этаж такой здесь ресторанчик классный да меня так устраивает наташа здесь короче можно взять уху и подают кухе еще поступочки водочки ну так как у нас один водитель дальше водителям такой грустный человечек будет так на цены здесь хорошие конечно на бургеры вот тебе есть можно здесь бургеры взять ухты пельмешки но пельмешки я не хочу карта бар давай еще и посмотрим кстати пила здесь подешевле даже чем подешевле чем сочи дегустационный сет 585 рублей нормально настоечки есть давай заказу так а мы себе берем наваристую хуй судака 695 рублей стоит и подается с ледяной водочкой и угольком сидим такие скучаем заказ сделали здесь смотрите какая красота ореховая лейка по которым мы вчера гуляли центра союз санаторий и здесь вот такой у нас ресторанчик 5 колесо 5 колесо не знаю наверное как 5 колесо мешает всем этот ресторан посмотрим как здесь вкусно мы здесь прошло уже лет пять наверное как были где-то у меня даже видео осталось заказали вот салатик наташа заказал себе как назвать салатик ухты с уткой наверно вкусно и смотрим твои видео смотрим сегодня вышло как мы выезжали из абхазии ждем сейчас нам принести супчик а ох какая пицца это целая пицца наташ вот ты заказала себе пиццу нифига себе жесть до хлеба очень вкусная пицца вот это где это не пицца как салатик тебе салатик тоже вкусные утки нет я думал просто лепешку дадут знаешь как эти у нас продаются в магазинах лепешка здесь целую пиццу принесли не было очень вкусно наша уха подошла с водочкой тебе нельзя осторожненько ухты и как его этот уголек покажете давайте давайте сейчас мы заснимем это ой-ой-ой что же вы с водкой делаете а ничего себе конечно с ним пакет поташь давай но сейчас тебе а водочку твою дай-ка я сюда заберу ее я лучше заберу эту водочку я думал это пицца это пицца это же не хотел нет травой я ем пиццу а сказали что это лаваш лепешка вы сказали а я понял что это пицца ладно тогда я буду пробовать раз наташа стесняется с угольком гляньте наваристая два сорта рыбы судак и лосось до лосось или что здесь или форелька не знаю точно сейчас жидко попробуем буренчик ай кайф наш так надо приостановить свое видео на то тут мы ходим все шумим попозже посмотрю ну давайте за отдых в белокурике наташа твое здоровье водочка так водочка здесь супчики блин как будто на рыбалке прям уху сварили уголек засунули и картошку не проварили картошка сырая естественно попробуй картошку не доварили надо чтобы разваливалась но это не доварили рыбка вкусная красная мы часто белая судачок забыли про мой хлеб ну ладно булочку поем приятного все покушали мы отправляемся свой номерочек здесь спуск идем до свидания обед нам обошелся в 2 600 ценник здесь конечно кусается да и уха если честно было не очень такой чтобы пол прям классно обычная уха два вида рыбы ну и все да еще к тому же хлеб заказал хлеб не дали но зато включили в счет потом начали пересчитывать вернули якобы деньги еще не знаю вернули не вернули короче заплатили мы дважды посмотрим теперь придут они или нет ну и все идем в квартирку свою сейчас передохнем чуть-чуть и вечерком сходим еще прогуляемся по белокурике все мужу дома наташа смотрит куда мы пойдем вечером не наелись в пятом колесе да нет наелись в общем что ты правда не готишь очень вкусная булка и розбирь мне понравился а уха уха да она нормально просто она не стоит 700 рублей по честному по честному она и не вкусная так среднего качества типа как в столовках делают вот честно тебе скажу только то что там красная и белая рыба вот это за это и взяли приготовили картошка сырая было как-то не говорили до конца вот вещь все снимай больше никаких мы сейчас смотрим вечером пойдем шашлык есть я надеюсь шашлык будет вкусный поэтому армянский армянский хорошо готовит шашлык абхазы не очень хорошо готовили этот парень у него тоже вкусно было миши помнишь и так долго собирались наконец-то решили пол восьмого вечера идти на ужин долго выбирали в какой кафе идти нам наташ еще собирается решили сейчас зайдем и там уже на выбор посмотрим зайдем что-нибудь выберем потому что сначала хотели сходить мельницу почитали отзывы там живая музыка и т.п. короче непонятно что-то непонятно танцы дикие короче там сейчас посмотрим может до мехика дойдем там раньше были вроде нравилось как сейчас зайдем посмотрим разведку боем так сказать гостиница беловодье да здесь же находится еще аквапарк маленький но уютненький но там для детей только если честно бассейн для взрослых там не учиться на это переходим дорогу нас вчера здесь не пропустили правда сегодня вроде нормально но как тебе погодка по ощущениям сегодня холоднее кажется да мы уже и погрелись но что-то нифига не теплее я не знаю только какой-то ветер появился ну такой как влажный что-то напитки на разлив тебе только сюда вот они почему ты видишь здесь какие магазинчики кедровая шишка да мы здесь все проходили но я забыл наш вот аквапарк написан эти беловоде а кстати вот здесь бургерная мы позвонили парень сказал все закрыли больше не будет вкусных бургеров жалко классные бургера он дело почему закрылся он не пояснил бог его знает вот он бургер бар может ему надоело просто потому что он сам один там работал еще никто ему не помогал больше значит будут сдавать сейчас это помещение кому-то другому так ну а мы выбрали куда мы все-таки идем ну то место откуда мы никогда не помним как обратно сейчас прогуляемся сейчас посмотрим все таки где там места еще есть это вдруг все занят да он там был каток раньше огоньки там каток выливают а сейчас заливать нечем дошли до центральной площади мы чуть не замерзли сейчас там вдоль реки шли такую дуба ресницы слиплись и все холодрыга то а снега нет снега вообще нет кошмар как вот сейчас люди будут кататься мы то ладно любители так можем кататься можем не кататься out спортсмены которые приезжают сюда специально для этого а вот мишка пошли бейка зайдем да тут можно зайти с той стороны с этой стороны ладно а вот эта белка бета кстати оказалось неплохим ресторанчиком по сравнению с пятым колесом вполне соби даже это кофейне все ладненько может поэтому они неплохие потому что сейчас им баллов зарабатывать скажем так пошли пошли зайдем классно здесь тепло так сейчас народу немного наташа говорила все места занят нифига не занят алкогольный коктейль 600 рублей 700 рублей что здесь шот коктейли чуваки то есть тоже непонятно водка водка есть 0,05 это что 50 грамм что нифига 450 рублей а вот пиво есть принципе имбирная 250 рублей стоит 320 перец халапенье а это как я в абхазии ел перец халапенье ты мешаешь бургеры вот есть принципе гарнир чеки блюда на гриле нормально так цели стороны вообще ничего нет тут очень мало кстати еды одни закусочки нибудь закусок возьмем тогда взяли нас наташи горячительные напитки только наташу он оказался очень холодненький да я и хотела у тебя такое маленькое дали блюда не очень классов такой же как я заказал шашлык себе я жду и у меня очень горячий глинтвейн у меня две трубочки здесь сейчас попробую скажу на славу вкусный штука самый хреновый глинтвейн который мы перезад два дня поспели попробуй пущенник вот на вода просто горячую воду подогрели просто вином даже не пахнет 300 рублей не тебя там мы брали 500 грамм так же самое как последний ну вот так вот обломайтесь называть а когда-то здесь такой классный глинтвейн и пыль с него уезжали с трех стаканов у меня есть вариант как улучшить у меня есть вариант как улучшить коктейльчик мой глинтвейн сейчас я его улучшил он будет повкусней так и сделаю так все я улучшил глинтвейн сейчас буду пробовать вкусная что-то холодная но она вкусная хочешь глоточек сделать маленький я наверно много коньяка выпил сегодня тебе уже кроме коньяка ничего не зайдет уже повкуснее стало ночью слабовато такси вызовем и уедем на такси здесь такси слава богу ездят поэтому ладно сейчас подожду еще какой шашлычок мне принесут дай бог шашлычок 650 рублей шашлык нифига не дешевый 250 грамм ладно еще потом белку с белочку главное белочку не словить вон она белочка народу кстати туда много очень заходит и вот он алтай-вест вот кстати сыр намного вкуснее чем коктейли который мы сейчас купили не знаю у тебя просто все уже ладно раз у меня все значит ждем шашлык попробуем шашлычок ну вот я дождался смотрите какой шашлычок мне принесли помимо шашлычка еще огурчики помидорчики вот это что такое наташи не знаю соус такой капусточка все пробуем а как тебе сыр вообще не вкусно оставь мой сын в покое есть свой сашлык я с тобой поделюсь сейчас попробую ну я твою тоже сыр попробовал ты поэтому попробуй шашлычок завтра мы еще решили лесную сказку заехать там тоже есть ресторанчик покушаем и сходим туда и вам тоже покажем посмотрим там вроде при цены там даже дешевле чем здесь представляете ладно я сейчас буду пробовать шашлычок я вам хочу сказать что это очень хорошо вообще мне там понравилось ну вот мясо то я не хочу сказать а пироль да что у вас есть пара не 420 рублей но это вообще не было хлеб я забыл заказать ее просто а можно хлеба вас попросить еще так да ты что два вот это один вкусное мясо Макс, цены вообще дешевле, чем везде, я имею ввиду, в лесной сказке. В лесную сказку только на машине надо ехать, потому что туда пешком не дойти. Даже десерты в два раза дешевле, чем везде, по 400, по 250. Я хотел в феврале месяце туда съездить, Наташа говорит, в феврале месяце с Алисой поедем. Салат 280, 340. Может это старый ценник еще? Цезарь с курицей 370, ну такие цены может быть. А ты говоришь, Юлька сказала, что там очень вкусно и недорого. Я верю в свои подруги. Ммм, вкусный. Мне маленький, кусочек вот такой постненький. Вот салфеточки дашь вам? Нет, это не постненький. Вот этот постненький. А это шея, это не постная шея. Что тебе салфеточка? Спасибо большое вам. Так, все, хлебушко мне принесли. А что за это? Соус? Вкусный, кстати, и соус. Да не зря мы сюда пришли, кстати, шашлык. Мне очень нравится шашлык. Вообще классно, да? Очень классно. Я не могу сказать, что не вкусный шашлык. Вкусный? Ммм. Ммм. Насколько улучшился глинтвейн. Класс. Ммм. Похоже, все вкусно, а глинтвей не вкусней. А огурчик надо попробовать еще. Ммм. Ммм. Макс, можно камеру отмечать. Ммм, да я попробую соус. Не могу понять, что за соус. здесь другие приправы вкусный основу ну все мы кушаем тогда потом еще вам расскажем если что-нибудь будем заказывать но пока все то же самое шашин классный и сыр вкусный тоже тем более мне сейчас хлебушек принесли с хлебушком вообще будет прелесть там колесе за два кусочка хлеба взяли 130 рублей хлеб правда не принесли как-то так на улице смотрите вроде кажется что не так холодно да 27 градусов а здесь хорошо здесь тепло вообще уютно самое главное что здесь уютно мне нравится что в этом кафе очень уютно и обстановочка такая уже новогодняя да новый год настроение классное новый коктейльчик как называется не помнишь мексиканский бриз ну давай ну как будто мы в мексике оцени как будто бриз мексикой здесь пахнет только то что сомбреро большим большие куски на пробу они медленнее будут ставить мой тут вкуснее на дычу дай-ка я попробую конфеткой пахнет там ром чувствуется очень вкусно да действительно я не сильно классно сладкий я люблю сладенькое ну давай пробуем вернее уже не пробую уже пей теперь пей да я все свой этот коктейльчик не могу глинтвейн допить я подбавляю него просто коньяк каждый я сейчас хочу туалет вам показать вообще это шедевр конечно вставлять в туалете стоишь здесь улица сразу же ладно короче все попушили мы валим домой поехали посидели на 2 600 нормально мне туалет понравился здесь прикольно очень классно да видела стоишь такой на улице но кто сидит там и не видно извините а на улице не стало теплее придется пешочком здесь к сожалению убер не работает яндекса у меня нет наташа свой телефон забыл можно конечно такси словите туда пройти не там стоят но и правда они там конечно заломят на посчитали 100 рублей как яндекс 1 прогуляем сейчас где-нибудь зайдем с тобой согреемся у меня еще коньячок остался вот тут много таких всяких а но это сигареты продают сигареты нам не нужны . кофе закрыта уже вчера тоже она была закрыта когда мы возвращались все-таки любим мы эту кафешку да хорошая мясо морала как сказать анти глобальная анти глобалистка почему глобально это вот белка а это такая маленькая компактная да для действительно уютных вечеров маленьких посеял тут интересно есть сейчас наташ тут ты не спуститься вниз офигеть все пошли ничего себе ты боевик меня бить собралась в мулено мы раньше ходили в родинку с вроде нормально было очень вкусно по дороге что ли пойдем прям пошли так тут прям дорога обратно идем ладно ладно пошли там через эту скажи как она называется через кафешки кафешки вот эти магазинчики пойдем вот туда зайдем сейчас там потеплее а помнишь мы здесь раньше ходили здесь была винотека в этом здании винотека было и все теперь уже менялась гостиница риона ну и все подошли может своему домику нормально прогулялись за 10 минут добежали практически не замерзли даже что-то вышли сначала показалось а потом нормально просто рот замерз и все и без такси нормально короче здесь хорошо что здесь все недалеко находится все рядышком все близко поэтому все завтра у нас планы такие безумные таксисты вчера мы шли кстати этот парень на этой семерке или на пятерке гонял дрифтовал опять не пойму че он языки все завтра в лесную сказку едем посмотрим там гора функционирует работает или нет куда снега нету трава торчит может они сделали снег искусственно снег мы сходим ресторан местных посмотрим отведаем что там вкусненького есть но сегодня все уже 10 час спадки будет прохладе вчера не заметили вчера шли разговаривали с камерой она оказывается отключилась от холода поэтому ладно всем пока всем приятного отдыха у нас скорая помощь здесь замерзла бедная скорая помощь mercedes стоит такая слава богу слава богу ладно все пока